Беларусь 4 Беларусь 4 Друзья, готовьте ваши ладошки. У нас в гостях образцовый хор мальчиков и юношей Светлогорской детской школы искусств, художественный руководитель и дирижер Галина Уревская-Евсюкова. Ваши аплодисменты! Здравствуйте! Аплодисменты! Аплодисменты! Беларусь, моя беларусь, моя сторона, ты моя светлорусская, партизанская сторона, ты на свете такая одна. Беларусь, моя беларусь, моя сторона, ты моя светлорусская. Беларусь, моя партизанская сторона, ты на свете такая одна. Ваши аплодисменты! Сегодня образцовый хор мальчиков и юношей Светлогорской детской школы искусств у нас в гостях. Ваши аплодисменты! Искупайте наших артистов! Художественный руководитель и дирижер Галина Уревская-Евсюкова. Спасибо большое, что наконец-таки приняли наше предложение, доехали к нам в гости. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте! Вы знаете, что-то мне подсказывает, что у артистов, особенно у артистов школьного выпускного возраста, концертный сезон заканчивается с наступлением лета. Если это не так, можете меня поправить. Ну, не каждый год. Иногда мы готовимся летом к каким-то гастролям за пределы Беларуси, как в частности было в Германии. Мы поллета работали для того, чтобы показаться на конкурсе достаточно. О конкурсах, о поездках, о наградах еще и о юбилейных датах у нас целый час поговорить. Вот с каким настроением встречаете этот летний сезон? У нас был очень плодотворный учебный сезон. Мы были за пределами республики. Мы были внутри республики. Это был Витебск, это был Полоцк, это была Орша, это был Минск. Достаточно продуктивный такой был, как и каждый год. И этот год был замечательным по творческим нашим достижениям. Это достойно бурных аплодисментов. Нам песня, как говорится, строить и жить. Помогает фраза, известная давным-давно. И действительно, все события в жизни человека сопровождаются какими-либо песнями. Так вот, сегодня, друзья, поговорим о песнях, которые мы поем, и о значении песни в нашей повседневной жизни. Ну, а вопрос, который я хотел бы адресовать вам, уважаемые телезрители, какие часто ли поете вы? Это вопрос сегодняшнего эфира, и наш вайбер уже готов принимать ваши варианты ответов на, что вы думаете по этому поводу, координаты нашего вайбера, как всегда, на ваших экранах. Так что мы работаем в прямом эфире. Мы начинаем оставаться с этим вечером на Беларусь-эфире. Беларусь-эфире Друзья, мы по-прежнему в прямом эфире. Это программа «Добрый вечер, Гумель. Какие песни?» Мы поем темы сегодняшнего эфира. Поговорить об этом не только. К нам в гости также пришли поэтесса и писательница Алла Белькова. Ваши аплодисменты. Ведущий шоу-программ караоке-клуба «Ариана Холл» Андрей Аниченко. Ваши аплодисменты. Психолог Ольга Санатова. Здравствуйте. Ну и также сегодня с нами в беседе будут принимать участие солисты, прекрасные артисты великолепного хора. Это Владислав Асташевич. Эти аплодисменты Владиславу. И Никита Молотков. Галина Львовна, хотелось бы начать разговор уже более обстоятельно. Вот тема сегодняшнего вечера. Мы ее обозначили так. Какие песни мы поем? Какие песни поет хор? Ну я бы назвала это высокохудожественное произведение прежде всего. Потому что мы обязательно участвуем в конкурсах ежегодно. И требование организаторов и жюри конкурса предполагает и выбор репертуара соответствующий. То есть просто так какую-то песню придумать и исполнить для хора это не представляется возможным? Нет, конечно. Это и не нужно. Потому что ценности те, которые мы представляем в своем репертуаре, это то, что соответствует уровню конкурсов европейского значения. У нас, конечно, есть такие произведения, как «Катюша» или «Подмосковные вечера», когда на наших стольных концертах исполняется вся аудитория. Ну это, наверное, единичный случай и специализированные произведения, которые, ну вот, хороши в нужное время, как говорится, в нужном месте. Несомненно. И огромная благодарность великолепному мастеру обработок белорусских, гениальному композитору, рассказал нашей Алене Атрошкевичу. У нас огромное количество произведений, высокотехнологических произведений именно хоровой музыки в нашем репертуаре. Как подбирается музыкальный материал для исполнения? Именно поэтому. По участию в конкурсах. По требованию, которые выставляют организаторы и жюри конкурса. «Послушайте, но все-таки есть хор, есть руководитель, есть желание исполнить тот или иной материал. Неужели вот даже для своих стольных концертов вы не можете подобрать те композиции, которые хочется исполнить?» Ну мы берем как раз те композиции, которые нам нравятся. Еще я говорю, что для мальчиков очень мало пишут. Наш союз композиторов не выпускает специальных сборников, предназначенных именно для хоров мальчиков и юношей. Поэтому творческие связи, когда мы выезжаем за пределы республики с руководителями хоров мальчиков, дают как раз на пополнение репертуара. Вот ответом уже предварили мой следующий вопрос. Достаточно ли сегодня того же музыкального материала, с которым может работать хор, в частности, ваш? Интернет. Или тесное содружество с теми, с кем мы встречаемся за пределами республики на конкурсах, на дружеских концертах. Вот таким образом, только обмениваясь репертуаром друг с другом. Ну вот то и дело можно услышать, что детских песен крайне не хватает. Хор, по большому счету, вот мы посмотрели школьный возраст, но произведения, которые исполняются далеко, скажем так, не детские. Но с детскими песнями мы не нужны на конкурсах. Там нужны произведения, которые представляют собой определенную художественную ценность. И какие-то вопросы, если возникают у жюри, почему мы не соответствуем данному конкурсу, мы должны предвосхитить именно выбором репертуара. Это произведение минимум четырехголосного варианта. Минимум. Обязательно капельная музыка, которая на 70%. А ведь мужских хоров и хоров мальчиков и юноши даже по стране не так и много. Очень мало. Их можно, если... Ну, 15. Максимум 20 в республике. Да ладно. В республике. Неужели? Ну вот последняя хоровая вечера, на которой мы участвовали, была республиканская акция в сентябре месяце в городе Минске. Показало, что у нас не так много хоров девочек. Аплодисменты нашим уникальным артистам. Ну, сегодня предлагается тем же интернетом совершенно разные источники, предлагают совершенно разную музыку. У меня вот вопрос к ребятам. А, например, какую музыку слушаете вы, Влад? Ну, честно говоря, я в наушниках или где-нибудь в других местах музыку практически не слушаю. Я люблю ее больше исполнять. Ну, в основном ребята слушают рок, рэп. Ну, может быть, кто-то слушает классику еще до сих пор. Ну, это такие люди, которые более углублены в музыку. Никита, ваше музыкальное пристрастие? В наушниках дома и на улице я слушаю русский рок. И так же я слушаю много инструментальной музыки, которая поможет мне расслабиться по вечерам. Ну, вот опять-таки и один, и второй ответ. Мы услышали, что современная молодежь, современное поколение слушает музыку в наушниках. А ведь врачи то и дело говорят, что это не есть хорошо. Гоняете их за это? Да нет, это все по настроению. Чтобы не мешать друг другу. Особенно, когда мы в поездках, в автобусе находимся, всем коллективом. И многочасовая у нас идет такая история вместе. Тут нужно слушать музыку так, чтобы не мешать окружающим. Хорошо. Какую музыку слушаете вы сами? Классическую. Огромное количество классической музыки, джазовой музыки. У меня муж, знаменитый наш Александр Павлович Евсяков, отличник просвещения. СССР, отличник просвещения. Бейзесер, он сегодня с нами здесь. Давайте поприветствуем его. Аплодисменты. У нас огромное количество музыки дома. Как классической, так и джазовой музыки. Очень много популярной музыки европейского уровня, вокалистов великолепных. Поэтому есть что слушать. Вы ездите на гастроли, готовите программы к различным конкурсам. Но все-таки, мы уже услышали, какую музыку слушают ребята. Вы как-то, скажем так, ну я не скажу, навязываете. Как вы прививаете им правильный музыкальный вкус, который нужен вокалисту, солисту хора мальчиков? Ну вот опять-таки вернемся к репертуару. Мы подбираем репертуар, исходя из возрастных особенностей, исходя из ценностей художественной самого репертуара, исходя из того, на каком конкурсе мы будем работать. И они уже понимают, вот это музыка для души. То есть есть блок сакральной музыки, она же называется духовная музыка. Сакральное сокровие, сокровенная музыка. Мы очень часто участвуем в каких-то фестивалях международных или республиканских, рождественских, пасхальных, где мы исполняем этот блок музыки отдельно, вот в намоленном месте, как в этом году был Софийский собор. Мы поучаствовали в межконфессиональном собрании в Минске, пели в храме, который строится уже несколько лет, храм всех святых, и попробовали вот в этой акустической красоте исполнить ту музыку, которую мы уже исполняли на конкурсах, именно православную музыку, сакральную музыку. Это как часть репертуара. Вот она, духовная часть репертуара. Следующая часть — это джазовые обработки. Тот же Джордж Гершвин, как тут усидеть из оперы «Порги и бис». Это тоже им очень нравится, потому что каждую музыку, там, где светское есть начало, мы исполняем как спектакль, где они кажутся, не только певец, они еще и актеры, что им очень нравится. То есть вы преподаете еще азы актерского мастерства? Несомненно. Ну вот смотрите, затронули мы такую тему, что и сакральная музыка, и джазовая. А не кажется ли, что для молодых людей вот такого возраста, как ребята из вашего хора, что, может быть, кому-то непонятно, а может быть, кому-то рановато такую музыку слушать? Ну, возрастная граница у нас от 9 лет до 16. И вот это коллективное творчество учит невероятному терпению и послушанию. Хор как единая команда, как единый коллектив, где каждый ответственен не только за себя, а за всю команду. Потому что если кто-то хоть один ошибается, мы останавливаем всю работу и двигаемся дальше. Вот эти ценности, мирным путем решать все вопросы и терпеливо ждать, они в ребят внушают доверие ко мне, как к руководителю, а я живу их интересами. Поэтому у нас совпадают интересы и в музыке в том числе, как и в жизни. Я думаю, что сейчас самое время подключить к нашему разговору психолога. Сегодня у нас в гостях Ольга Санатова. Оленька, эти аплодисменты вам. Продолжим буквально через мгновение. У нас еще много вопросов. Это программа «Добрый вечер. Гомель» на телеканале «Беларусь 4». Друзья, мы по-прежнему в прямом эфире. Сегодня у нас великолепные гости. Великолепная компания собралась на «Добром вечере». И вы знаете, у меня в руках есть диск этих замечательных артистов, которые открыли сегодняшнюю нашу программу. Это компакт-диск образцового хора «Мальчиков и юноши» школы искусств в городе Светлогорске. И кому-то из вас достанется этот диск, но не просто так. Сегодня у меня для вас достаточно непростой вопрос. Слушайте внимательно. В 50-х годах эта артистка была на гастролях в Гомеле, а в перерывах между концертами гуляла по нашему Гомельскому парку. Он так ее впечатлил, что буквально через пару недель после окончания гастролей в ее репертуаре появилась песня «Старый парк». А теперь, внимание, вопрос. Как же звали эту артистку? Звоните к нам в студию, присоединяйтесь к нашему разговору, и, возможно, этот диск «Холосы Сябру» достанется именно вам. Ну, а у меня вопрос к нашему психологу Ольге Санатовой. Оля, а ведь на каких песнях мы растем и о чем поем? Это ведь тоже важно. Что об этом говорит психология? Еще не составив визуальный образ матери, уже четко реагирует на интонацию ее голоса. Он отвечает именно на тембр, на те эмоции, которые она несет. В каком она состоянии, тревожится она сейчас, либо она радуется. Вот эта ласковость, которая передается, уже формирует базовую потребность в безопасности у ребенка. А потом в процессе жизни нас сопровождают песни. Мы любим под определенные песни дружим, заканчиваем какие-то вузы, поступаем на какие-то работы. Ну и к концу жизни формируется определенный запас. Такая база песен, да, которая несет нам воспоминания о тех эмоциях, которые мы переживали. Своебразная внутренняя караоке получается. Получается так, конечно. И потом, вы понимаете, что когда есть песни, которая напоминает нам о наших победах, может быть, даже не только о наших, а о каких-то всенародных. Вот есть песни военных лет, да, это песни, которые включали в себе такое эмоциональное напряжение и радость победы, и боль потери близких большого количества, и то, что вместе пришлось пережить, все тяготы, все эти сложности. Есть песни-мотиваторы, да, под них мы совершали там двигатель, какие-то там подвиги и так далее. То есть, в принципе, песня несет в себя огромный эмоциональный заряд. Вам какие песни по вкусу? Ой, сейчас я понимаю, что это... Песни-мотиваторы или, наоборот, какой-то такой полный романтик, или, возможно, джаз. Ну, под разное настроение, разные потребности. И джаз тоже с удовольствием. Вот недавно были на концерте, концерт американская джаза, исполнительницы, получили огромное удовольствие и, оказывается, джаз – это просто супер. Действительно, да. Но в свое время, конечно же, мы выросли под песни. Кино, Квин. Тебе, мне кажется, мне... Ну, все, что радует меня, все, что доставляет мне удовольствие, эстетическое, да, любая музыка, которая отвечает запросам, она, ну вот, она мне радует, нравится. И я ее слушаю с удовольствием. Сами что поете? И поете ли вообще? Ну, иногда, конечно, пою, но так как особо не имею голоса и не очень-то так дружу со слухом, поэтому пою с друзьями, конечно же. В караоке пою не так часто, но с удовольствием. Ну... Об этом мы поговорим чуть позже. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. 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 Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Зовут меня Алексей. Рад всех приветствовать в студии. Передаю привет Аре Бельковой. Рад вас всех видеть, слышать. Я попытаюсь ответить на вопрос. Алексей, если хотите, я вам даже вопрос повторю. Да-да-да. Если хотите, я вам даже вопрос повторю. Пожалуйста. Итак, в 50-х годах эта артистка была на гастролях в Гомеле, а в перерывах между концертами гуляла по нашему легендарному парку. Он так ее впечатлил, что в ее репертуаре спустя пару недель после гомельских гастролей появилась песня «Старый парк». Как же звали эту артистку? Я предполагаю, что звали ее Клавдия Шульженко. Клавдия Шульженко. Хотел сохранить интригу, давайте аплодисменты. Вы выдали всю интригию. И вот, собственно говоря, сейчас мы с вами слышим фрагмент этой песни легендарной. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ты всегда красивая. Алексей, этот диск, этот диск образцового хора мальчиков и юношей школы искусств города Светлогорска достается именно вам, но и в придачу эти аплодисменты тоже. Благодарю. Если честно, признаюсь, я думал, что вопрос будет достаточно серьезный, но вот так вот. Первый зритель из моей коллекции, из личной, забрал этот диск. Ну, наверное, так должно было случиться. Галина Львовна, скажите, вот мы тут уже с Ольгой разобрали этот момент, что пение сопровождает нас на протяжении всей жизни, но вот, как выяснилось, поют далеко не все. Как вы подбираете артистов в ваш коллектив? Трудно ли найти мужские голоса вот в столь юном возрасте? Очень трудно найти, еще и потому, что мальчики от природы не слышат. Да ладно? 75 процентов, 75 процентов, это научно уже доказано. Просто нет координации между слухом и голосом. То есть получается, что мальчикам в 75 процентах случаев медведь на ухо наступил? Ну, где-то да. Как это называется? Да. А в хоре мы должны обязательно выстраивать интонационную цепочку, чтобы голоса все сливались с гармонией. И если он не слышит, значит, он просто не сможет находиться в нашем коллективе. Слух, память, ритм. Вот по этим трем критериям. Сколько сегодня человек в хоре? Очень мало. 20-30 человек. 23 человека? Очень мало. Это считается мало? А полноценный хор, он должен насчитывать сколько? Ну, было 38 ребят у меня, когда мы участвовали в самом грандиозном проекте России, в Орленке. Там, где было 40 хоров. Мы получили там два первых места. Такая была мощная команда, 38 ребят. Как быть в этой ситуации? Где искать самородков? Песенную культуру развивать, развивать и развивать. Именно мальчиковую песенную культуру поощрять всячески, потому что мальчик обычно занимается спортом с большим удовольствием. Но пение – это огромный труд, колоссальный труд, еще и физический. На наших репетициях мы все делаем стоя. Репетиция длится иногда по два-по три часа. Ребята из этого хора, они еще участвуют в вокальном ансамбле юношей, отдельно свой коллектив. Отдельный коллектив – вокальный ансамбль мальчиков. И у каждого есть свой репертуар. То есть это получается напряжение на диафрагму? Это большая физическая нагрузка? Мы говорим «у певцов, как у пловцов». Посмотрите, какие они все стройные, красивые, подтянутые. Кстати, я знаю, что во многих спортивных секциях тренеры следят за тем, чтобы не только достижения в спорте были великолепные, но еще и достижения в учебе. Чтобы не хромала успеваемость в школе. Почитал то, что изучают ваши ребята. Там же огромное количество каких-то наук, про которые я даже и не слышал. Вот вы следите, проверяете у них там дневники? Ну нет необходимости, потому что ни одного мальчика, ни отстающего в общей школе, у меня нет. Вот, кстати, я бы адресовала вопрос этот ребятам. Мешают ли им занятия в музыкальной школе? Ребятам мешают? Ну, занятия в музыкальной школе никак не отвлекают от занятий в общебразовательной. То есть это наоборот, даже совмещение это интереснее, чем даже, допустим, какой-нибудь спорт. Если ты живешь музыкой, тебе это будет интересно вдвойне-втройне. Ну, чисто для меня это дорога в будущее. Я в будущем надеюсь поступить на народное деление. То есть хочу исполнять музыку на инструменте под названием баян. Не устану повторять, что все слова, которые произнесены здесь, я имею в виду желание, они пренепременно и исполняются. Ну, а мы подкрепим это аплодисментами в ваш адрес. Никита, вы свое будущее также видите, связанное с музыкой? Да, конечно, я абсолютно согласен с Владом. Она обязательно пригодится в будущем. И также она пригодится в повседневной жизни. Когда тебя спрашивают что-нибудь в музыкальной сфере, ты, по идее, должен ответить, а не просто промолчать. Ну, и, конечно, это обязательно пригодится в жизни и в школе. И это абсолютно нигде не мешает. Спасибо большое. Эти аплодисменты вам. Вы знаете, я хотел бы рассмотреть еще такой момент. Песни мы слышим с самого детства. На сегодняшний момент детские песни можно пересчитать буквально по пальцам. Ольга, вот какие песни нужны детям? Как психолог, что скажете? Ну, во-первых, я их не считала, конечно же. Я думаю, что это больше тем, кто профессионально рассматривает это для своего репертуара и так далее. Но тут больше касается, и психологов больше касается содержания эмоционального воздействия. Вот мы говорили, песни-мотиваторы, да, песни. То, на что песни заряжают, подвигают и так далее. Поэтому в этом смысле, конечно же, все люди, которые так или иначе связаны с воспитанием детей, да, то есть все речевое содержание, проходит какие-то определенные фильтры. Для того, чтобы, ну вот, видеологично, что какие-то песни, ну, например, той же группы «Ленинград», мы вряд ли поставим детям там младшего школьного возраста. Ну, даже и среднего возраста, это под большим вопросом. То есть это уже для людей со сформировавшимися, да, морально-этическими такими позициями. Вот. И это понятно. Потому что, в принципе, какие-то вещи, они, то есть содержание должно быть понятно и должно формировать какие-то такие вот элементарные, необходимые, базовые ориентиры. То есть это какие-то песни о дружбе, о верности, о любви, в конце концов, да, о надежности, возможно. О том, о чем нам всем всегда в детских песнях более чем, там, от улыбки и так далее. Конечно, будет все светлее. Вот об этом, об этом самом светлом, самом правильном. И поэтому вот с этой точки зрения все детские песни, они на это нас ориентируют. Ну, должны ориентировать. Современные песни, я считаю, что они несут абсолютно те же позиции, что и классические. Просто в другом варианте, что они уже не совсем уже внутри нашего государства, а уже как-то так межконтинентальные и так далее. И поэтому иногда очень сложно понять, что же там содержится в этой песне, если она не на русском языке. Поэтому нужно учить иностранные языки, нужно знать, переводить. В конце концов, есть интернет для того, чтобы понятно, что там в этой песне поется и к чему она в конце концов призывает наших детей. Галина Львовна, вот действительно, у вас же в репертуаре есть и на иностранном языке песня. Да, конечно. Когда вы берете за иностранный репертуар, вы смотрите в первую очередь о чем там? Обязательно. Без понимания, о чем произведение, смысл его и суть, и ценность его в чем, опять-таки, невозможно работать, выразумеется. Вот ходим и все вокруг да около, говорим и о песнях. И все-таки хотелось бы сконцентрировать внимание на детском репертуаре. Но вот почему сейчас детских песен не так много, как хотелось бы? Вот в 70-е, 80-е годы вот этот всплеск произошел. Те песни, на которых мы выросли, наше поколение может поколение чуть старше, а сейчас детских песен нет. Ну, наверное, ценности переместились, к сожалению. Но современным детям тоже надо на каких-то песнях воспитываться? Но уроки музыки, как таковые, по-моему, отсутствуют в общей школе, такие, как были у нас с вами. Когда мы на уроках музыки учили песни, именно песни, огромное количество было, даже были сборники для каждого класса, был сборник песен. Сейчас, насколько я знаю, этого нет. Алла, вопрос, ну, наверное, адресован сразу. Так как вы и детская писательница, и поэтесса, куда делись детские песни? Возможно, вы дадите нам ответ на этот вопрос. Детские песни никуда не делись. Они существуют так же, как и существовали очень много лет назад. Просто я объясню, в чем вопрос. Дело в том, что когда-то, в советское время, было такое понятие, как советские сказки детские, которые снимались замечательными режиссерами. Детские союзмультфильмы снимались прекрасные мультфильмы. Вот. И замечательные композиторы наши, и белорусские, и российские, и украинские, писали замечательные песни. И массовый зритель, в том числе и дети, мы могли их слышать. Понимаете? Смотря сказки детские, мультфильмы, сейчас не снимают детских сказок, не снимаются мультфильмы. Поэтому где дети могут услышать сейчас детские песни? Вот в чем дело. Они пишутся композиторами, они пишутся и поэтами, очень много поэтов детских есть, и композиторов. Ну, понимаете, они застывают как бы на периферии. Вот мы их слышим, но массовый слушатель их не может услышать. Понимаете? Вот если бы, например, раньше Нечаев снимал, Леонид Нечаев на Беларусь, фильмы про Красную Шапочку, или Буратино, помните такие замечательные сказки? Конечно, всех прекрасных. То Алексей Рыбников написал массу замечательных, прекрасных песен. И мы все услышали. Сейчас для чего писать? Для кого? Бультфильмов нет, сказок нет, детских фильмов нет. Ну, зато есть люди, которые способны исправить эту ситуацию? Конечно, есть. О них мы поговорим немножко позже, друзья. А сейчас пришло время сделать небольшую рекламную паузу. Ну, а далее поговорим о том, что каждый хотя бы раз в жизни брал в руки микрофон и пел свою любимую песню. Ну, сейчас это сделать гораздо проще. Например, можно отправиться в караоке-клуб. А вот насколько страшно или не страшно выйти на сцену и спеть не только для себя, но и для всех, кто в этот момент слышит это, поговорим немножко позже. Оставайтесь на телеканале Беларусь4. Буквально через несколько мгновений мы вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Буквально через несколько мгновений мы вернемся в эту студию. Буквально через несколько мгновений мы вернемся в эту студию. Буквально через несколько мгновений мы вернемся в эту студию. ПЕСНЯ 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 до утром, собираясь на работу, Ирина нам прислала такое сообщение. Нам песни строить и жить помогают. Великие слова Андрей Петрович прислал. Вся семья музыкальная, а я не люблю петь. Инна. Мальчики прекрасно поют. Как записать к вам моего сына? Сообщение пришло от Варвары. Можно сразу и ответить. Можно. В любое время. Город Светлогорск. Детская школа искусств. Для начала нужно быть жителем Светлогорска или вы таланты ищите по всей области? Да я была бы счастлива, если бы это было так. Но, к сожалению, только в своем городе. Вот даже исходя из этих сообщений, можно понять, что город у нас достаточно поющий. Но вот вопрос. Что же сегодня поет народ? Алексей Анищенко, ведущий шоу-программа караоке-клуба Арена Холл. Сегодня у нас в гостях. Давайте искупаем Алексея в аплодисментах. Леш, что поет народ сегодня? На самом деле очень много песен разнообразных. Песни, которые появляются буквально недавно, появились новинки так называемые. Они сразу же попадают в нашу ротацию. Люди их с удовольствием поют, но... Я сейчас спросить, новинки это, например, что? Ну вот, как сейчас, например, хит Филиппа Киркорова, всем известная песня. Вот она появилась и сразу же попала в наш караоке-клуб. Люди охотно поют, но есть все-таки такой вот набор песен, которые все-таки старые, но их поют всегда. Независимо от времени, независимо от настроения. Старая композиция, которая еще может быть советского времени, 90-х годов. То, мне кажется, вот как сказала психолог, что то, на чем мы выросли в детстве, то и остается в памяти. Есть такая шутка про караоке, что в караоке поют те, у кого нет ни голоса, ни совести. Как обстоят дела на самом деле? Не, ну на самом деле, вот наш караоке-клуб Арена Холл существует уже 4 года в Гомеле. Это первый профессиональный караоке-клуб города Гомеля. И за эти 4 года уже сформировалась наша аудитория постоянных гостей. Мы за ними неустанно наблюдаем и следим даже за их развитием. Люди, которые приходили поначалу, они не умели петь. Потом они потихонечку подбирали песни под свой голос, под свой тембр. И уже у каждого какая-то репертуарная сетка сложилась. И, в принципе, уже сейчас даже можно посмотреть, что люди поют не хуже, чем артисты. То есть вокалистов у нас достаточно большое количество. Ну, я тоже был на нескольких, скажем так, мероприятиях в вашем клубе. Сам слышал, как поет народ. Ольга, ну, все-таки выйти так вот на сцену и спеть даже в том же караоке-клубе, это надо быть, скажем так, не из робкого десятка. Ну, наверное, когда они выходят в караоке-клубе, они немножко подготовлены к этому событию. Я так думаю. А в целом, конечно, ну, здесь есть единственный способ, как можно победить свои страхи или какие-то волнения. Это выходить на сцену и петь. Выходить и петь. То есть, собственно, вот в этом процессе есть способ борьбы, да, с волнением. Другое дело, как бы, если нам что-то сказать или нету нам что-то сказать для того, чтобы есть у нас голос, слух и вокальные способности, ну, вот Алексей с ним прекрасно сказал, и мне вот это зацепило. Оказывается, в принципе, можно под свой голос и слух, вот это мне очень интересно, подобрать определенный репертуар, которым ты будешь успешен. Потому что успешное вот выполнение песни, это, конечно, получение удовольствия. Вот я даже представляю, как ты успешно спел, тебе самому становится приятно, и люди поаплодировали. Ну, как-то вот люди развиваются, даже когда ходят в такое заведение. Интересно, придем обязательно. В той же Японии, там, где, собственно говоря, родилась караоке, там проводятся целые конкурсы, фестивали. Что-то подобное у нас есть или просто, ну, спели, разошлись, поаплодировали друг другу? Какой-то датчик электронный по какой-то стопольной шкале определил, хорошо ты спел или плохо? Нет, у нас в профессиональной караоке там нет шкалы, там люди поют, получают удовольствие. Вот, и сейчас караоке это больше как развлекательная сфера для общего такого досуга. Кто смелее выходит на сцену, парни или девчонки? Ну, как правило, девушки. Девушки, женщины, они приходят, они, скажем так, рождены, чтобы петь, как сказали, что у мальчиков слуха нету. 70-5% случаев. Но задача ведущего, например, которая у нас работает каждый день, на строе ведущих, кроме меня еще двое, задача ведущего именно, как мы называем, раскачать. Раскачать публику, развеселить и проникнуться к каждому, чтобы каждый спел. Например, мы можем подойти к столику, познакомиться, пожелать приятного вечера. Девушки спели и следующим кругом, например, мы уже вызовем парней. И, как говорится, уже там кто на что горад, кто не стесняется, кто стесняется, ну, парни тоже поют хорошо. Обычно, вот если брать, например, репертуарный ряд, вот может быть огромный толстенный каталог. Но все-таки популярные песни, их круг очень, скажем так, узок. И все, собственно говоря, поют одно и то же, в зависимости от того, насколько эта песня хитовая. А есть ли какие-то уникальные случаи, когда, например, брались за тот же самый джаз или, может быть, за какой-то рок-классику? Да. Бывают, когда заходят люди, которые профессионально этим занимаются, они спрашивают, есть ли эта песня у нас. И они всегда приятно удивлены, когда узнают, что эта песня все-таки есть, ту, которую они заказали. Потому что, например, я и, я уверен, большинство гостей ее не слышали никогда в жизни. Я сам удивляюсь, что она есть. Ну, база довольно-таки богатая у нас. Для чего люди поют, как вы думаете? Для чего поют? Ну, лично мне кажется, что это такое состояние души, какой-то порыв. Вот. Я не думаю, что люди в караоке несут какую-то глубокую миссию, как хор мальчиков. Развлечения ради и ради веселья. Эти аплодисменты вам. Алла, и все-таки вернемся к детским песням. Кстати, Алексей, дети в караоке как часто заглядывают к вам? Может быть, на какие-то... 15 плюс. Детские утриники. Да, у нас ночное заведение. То есть детского репертуара у вас вообще нет в каталоге? Есть. Взрослые поют его с удовольствием, да. Кстати, вот интересно. А взрослые какие детские песни поют? Песенка друзей бременских музыкантов. Это вот любят все, да. В принципе, «Прекрасная далекая», «Дорога добра», «Чунга-чанга». Такие вот песни. Ну, вот, собственно говоря, все песни, которые назвал Алексей, это песни, которые появились в какой-то определенный период. Где сейчас детские песни? Это я теперь к вам обращаюсь как к детской поэтессе, писательнице. Детские песни существуют. Другой вопрос, что дети есть разного возраста. Есть детки до школьного возраста. Для них пишутся одни песни. Есть дети младшего школьного возраста. Это уже совершенно другие песни. Вот, например, наш сегодня прекрасный хор пел. Посмотрите, у них же нет в репертуаре детской песни. У них довольно-таки репертуар серьезный. Это говорит о том еще, что ученики, дети, которые учатся в музыкальных школах, которые музыканты профессиональные, они поют серьезный репертуар. То есть вопрос в том, кто будет петь, исполнять эти детские песни. Как отметила Галина Львовна, для хора тоже репертуара не хватает, верно? Да. Абсолютно. Да, да. Ну вот, например, то, что вот они поют, допустим, вот эти ребята, конечно, они не будут петь песни «Добрым быть совсем-совсем непросто» или «От улыбки хмурой действительной». И понятно, что это совсем для малышей, для маленьких деток, правильно? Но для ребят, вот для такого возраста, как они, у меня, например, очень много стихов. Очень много. И сейчас у меня уже готова рукопись книги. Там для малышей я написала очень много стихотворений. Поэтому, если какой-то композитор захочет написать песню, если мы найдем исполнителя, который, понимаете, еще от исполнителя зависит очень многое, понимаете? Когда найдется такой мальчик или девочка, который так ее исполнит, чтобы вот действительно она была услышана, где мы ее можем услышать? Правильно? Вот поют в караоке из мультфильмов же, правда же, поют песни. А сейчас мультфильмов нет, где мы можем услышать? Ну, сейчас мультфильмы есть, но их крутят одни и те же, и новых по большому счету. Вот, я про новые говорю, что новых нет, старые, пожалуйста, но хочется же новых песен, хочется красивых мелодий, понимаете? Но ведь вы продолжаете активно работать над созданием детского контента. Да. Пишите и детские сказки, и детские рассказы, и детские стихи. Вот смотрите, дети, которые были, например, даже лет 10-20 назад, которые уже сейчас повырастали, тогда не было ни телефонов, ни планшетов, ни интернета. Сейчас ребенок осваивает смартфон быстрее, чем научится ползать и ходить. О чем сейчас ребенку нужны стихи и песни? Дело в том, что времена меняются, но дети и ценности, они остаются теми же, что и были. Понимаете, 50 лет назад мы пели о любви, мы поем о любви и сейчас. Мы поем о дружбе, мы поем о счастье, мы поем о радости. Нам хочется петь о том, что наполняет нашу жизнь положительными эмоциями, исключительно положительными эмоциями. Нам этого не хватает в жизни, правильно? Поэтому мы хотим петь о счастье, чтобы быть счастливыми. Мы хотим слышать красивые мелодии, потому что красивая мелодия проникает в наши сердца и делает нашу жизнь мелодичной. А вот я знаю, что вы не с пустыми руками пришли к нам. Есть у вас одна стихотворная премьера, которая не звучала еще нигде и никогда. И адресована она именно маленьким слушателям. И, возможно, в будущем это будет песня. Давайте мы вам поаплодируем, а вы расскажете, что сейчас у нас прозвучит в студии. Я хочу прочитать вам стихотворение, которое называется «Кларнет». Я ее посвятила своему сыну Михаилу, потому что он у меня музыкант, кларнетист. Ну и также хочу подарить эту песню замечательному хору мальчику, который сегодня так прекрасно исполнил песни. Вот, если, может быть, кому-то понравится, какому-то композитору, может быть, он напишет музыку. Вполне получится. Галина Альбортовна, по-моему, у вас в репертуаре пополнение. Вот, ну, прослушайте, пожалуйста, стихотворение «Кларнет». Как отрадно веселой весною В чаще леса, в далекой глуши Посидеть в тишине под сосною И прислушаться к звукам души Словно к песне, что сердце тревожит Я хочу вам открыть свой секрет Эту песню исполнить поможет Друг мой преданный, верный кларнет. Воплощая и стоны метелей, И полночный концерт соловья, И апрельские звоны капелей, И живое журчанье ручья, И крещенда громов у опушек, И речных берегов визави, И вечерние спевки лягушек В голоса и мотивы любви. Пусть их музыки кружат, плутают, В майских кронах лучами горят, Высоко к облакам улетают, С белым аистом в небе парят. Пусть звучат и кантаты, и вальсы. Я играю в зеленой тиши, Чтоб остатки обмана и фальши Уходили из вашей души. Вы знаете, слушал и до последнего момента ждал кларнет, Думаю, ну должен появиться интернет. Или в этом лесу, где звучит кларнет, вай-фай не было. Не знаю. Как вы оцениваете смысловую нагрузку стихов? И услышали, представили ли вы уже эти стихи в исполнении вашего хора? Замечательные стихи о самом сокровенном, по-моему, о движении души. Вполне реально, что это можно спеть. То есть вполне реально, что... Найдется композитор, который сделает из этой... Кстати, а хор сам не делает аранжировки? Ну, обычно нет. Мы уже получаем готовые. Вот опять-таки, возвращаясь к нашей замечательной Алене Трошкевич. Гениальный композитор, который обрабатывает народную музыку, белорусскую народную музыку, в таком великолепии, что это можно назвать нанотехнологии хоровые. Вот никогда бы не подумал, что нанотехнологии, они также могут быть применимы и к хоровому мастерству. Аплодисменты всем, кто занимается таким... Ну, наверное, я не побоюсь назвав хоровое исполнение элитарным искусством. И очень непростым. Хотелось бы немного поговорить о коллективе. У вас в этом году знаковое событие произошло, если я не ошибаюсь. 15 лет исполнилось хору. С какими результатами вы подошли к этой красивой дате? Ой, замечательные результаты. Я довольна нашими мальчиками, нашими успехами, нашими победами, как в республике, так и за ее пределами. Но это очень большое количество дипломов, грамот всевозможного уровня. Это и президентская премия, и президентский грант за наши заслуги. И в этом году, как и никогда, у нас был очень большой спектр выступлений. Более 20 выступлений у нас. Для хора вашего уровня это много или хотелось бы больше? Да, конечно. Учитывая, что это хор учебный, что мы все-таки в школе искусств работаем, ни во Дворце культуры, ни в самодеятельность клубная. Вот скажите, а сами участники хора... Ребята, вы подсказываете вашему руководителю, какое произведение, например, можно было бы взять для исполнения? Или... Это полностью ответственность на мне лежит. Если мы в каких-то поездках, они самостоятельно поют то, что им нравится, естественно. Нет, я к тому, что, возможно, кто-то услышал красивую мелодию, она очень сильно запала в душу. Пришли, сказали, Галина Львовна, вот есть такое произведение, давайте попробуем его исполнить. Ну, такого еще никогда не было в истории. Может быть, когда-нибудь случится. Беларусь, Россия, Швейцария, Германия. Это уже, я так понимаю, покоренные просторы. Куда планируете отправиться после 15-летия? Ну, надеюсь, что это состоится. Вопрос что? Пока это вопрос. О событиях недавних. Недавно вы вернулись с международного фестиваля «Звучит Москва», стали лауреатами. Я думаю, что пора рассказать детали, подробности, как попали туда, что за фестиваль и что представили там. Это 16-й международный фестиваль, конкурс, один из самых крупных в Москве и в России вообще. Мы не предполагали, что будет такое огромное жюри, очень высокопрофессиональное. То есть, когда мы вышли на конкурсную площадку, мы видели, что 13 человек будет в жюри. 13 профессоров, заслуженных деятелей культуры России, Эстонии. Требования были высочайшие. Вот мы несколько произведений сегодня уже спели и еще споем из того ряда произведений, которые мы представляли на этом конкурсе. Впервые за всю историю конкурса была номинация «Хоров мальчиков». Вот я хотел спросить, не страшно ли, даже, наверное, не так построил вопрос, ехали по большому-то счету в неизвестность? По каким критериям будут оценивать? Несомненно. Но критерии практически всегда одинаковые. Это художественные ценности, это, естественно, выразительность, это интонационность. Это огромный спектр тех вопросов, которые выставляет жюри при участии в конкурсе. Какими мы должны быть? Но я скажу, там была битва так, титанов, 15 хоров мальчиков со всей России, Болгария, Италия, Белоруссия представлена была, но не только нашими ребятами. Но хор мальчиков из Белоруссии были только мы. Вот я хотел спросить, из Белоруссии были только вы или все-таки? Мальчики только мы. И хоры привелось по количеству, предвосхищали нас, но где-то около 40 человек, как минимум, было в хорах. Нас было только 23 человека. Но такая битва была достойная. И мы представили нашу Родину достаточно весомо. Как справились, что сказали жюри? Были ли какие-то разговоры за кулисами, ну не только на сцене, может быть, подходили, что говорили, какие эмоции? Наши ребята отличаются от всех коров своей энергетикой. То есть мальчик, когда он приходит ко мне, я учу прежде всего отдавать. Брать мы научились по жизни. А вот отдавать, раскрыть сердце, раскрыть душу и заставить слушателя внимательно тебя слушать и видеть, что ты делаешь. Видеть. Идет еще видеоряд. И какой ты при этом? И как ты справляешься со своими эмоциями? Вписываешься ли ты в задачу общего плана? Потому что, еще раз говорю, это коллективное творчество. И сопереживаешь ли ты с тем, что ты сейчас работаешь со словом? Мы работаем, хор со словом. Кроме музыки у нас еще есть текст. И ты должен погрузиться в текст настолько, чтобы заставить слушателя обратить внимание, что ты поешь и как ты поешь. Вот этим мы отличаемся от очень многих хоров. Вы знаете, хотел вот с начала эфира задать вам такой вопрос. Я немножко посмотрел, как вы руководите 12 пацанами. Но пацаны, по большому счету, они-то все непоседы. Как вы справляетесь с ними? Трудом. Мальчик – это воин. Победитель изначально. И у нас есть несколько тезисов. Допустим, закон 3Н. Нет ничего невозможного. Или вижу цель, не вижу препятствия. Совершенству нет предела. Так можно взять просто хор девочек, с ними попроще будет. Я настолько влюблена уже в мальчишек. Это мои сыновья хоровые. И у нас есть такая с ними хорошая, замечательная история, как мы говорим, я мама хоровая, а они мои хоровые сыновья. Это сплачивает. У нас впереди еще один музыкальный сюрприз от вашего великолепного хора. Но для начала, друзья, напомню, что великолепный фестиваль Бирогиня совсем скоро состоится. Поэтому мы приглашаем всех посетить это великолепное мероприятие. Об этом наш следующий ролик. А после вернемся в студию. Доброго вечера. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это прямой эфир на телеканале «Беларусь-4». Буквально несколько мгновений у нас остается до завершения этого волшебного вечера. Говорим мы сегодня, говорили весь вечер о том, какие же песни мы поем. Вообще для чего нам нужны песни? Хватает ли детских песен? Сейчас у меня, друзья мои, к каждому из вас будет один вопрос. Галина Львовна, так какие же песни необходимы нам и какие песни нужно петь народу? Те, которые раскрывают наше желание быть принятыми, быть понятыми и получить максимальное удовольствие от своего творчества. Спасибо вам за ваш совет. Алла, какие песни нам нужны и какие песни нужно петь? Хорошие и добрые песни. Обещайте, что вы постараетесь делать все, зависящее от поэта, от поэтессы Аллы Бельковой, что таких песен станет и для детей, и для взрослых побольше. По мере возможностей, конечно, обещаю. Алексей, какие песни нам нужны, какие песни нужно петь? Мне кажется, те песни, которые ваш внутренний мир раскрывают людям. Мне кажется, так вот. Придем к вам в караоке-клуб, обязательно споем. Ольга. Вот как раз те песни, которые замечательны, как этот хор, умеют зарядить других людей. Вот отдавать это очень хорошо, чтобы то, что мы испытывали, мы могли этой песней поделиться, передать другому. Ну, тому, для кого поем, кто рядом с нами. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам сегодня на этот вечер побеседовать на такую, казалось бы, легковесную, но, как выяснилось, достаточно непростую тему. Какие же песни мы поем? Галина Львовна, чем будет завершаться этот добрый вечер? Я знаю, что эта песня небольшой сюрприз и с теми актерскими элементами, о которых вы говорили. Расскажите немного об этой композиции. Несомненно, это как раз та песня, которую мы пели на конкурсе в Москве. Она звучала завершающий. То есть та, которая принесла успех? Несомненно. Белорусская народная песня в обработке замечательной. Алена Трошкевич, Юрочка. Эти аплодисменты вам, Юрочка, завершает сегодняшний вечер. Завтра будет добрый вечер. Он, безусловно, будет добрым. Поэтому все эфирные просторы сегодня уступают моим великолепным гостям. Великолепному хору из города Светлогорск. Ваши аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры подогнал «Симон»